Привет, с вами Сойер и сегодня снова задача с собеседованием. Я рассмотрю такую хитрую функцию суммирования в двух вариантах. Первый это довольно популярный вариант, поэтому я затрону его обзорным, ну просто чтобы рассказать как люди решают эту задачу. Второй вариант такой функциональный стиль, как я люблю, и его уже я рассмотрю из позиции разработки через тестирование и довольно подробненько там поколупаюсь в условиях этой задачи. Кроме этого, хочу отметить, что в конце ролика будет пара объявлений, и если кому интересно, прослушайте их. По крайней мере те, кто смотрит меня в реальном времени, думаю это будет полезно. И еще момент. Мне становится довольно сложно искать задачи для прорешивания, поэтому если у вас есть интересные задачи с собеседованием, напишите их в комментариях, чтобы я мог их посмотреть и выбрать что-то интересное. Ну а теперь поехали. Нам нужно сделать функцию по сложению чисел, которая работает достаточно интересным образом. Давайте посмотрим на такое распространенное решение этой задачи, и разберем его, а потом поговорим о тестах и о решении этой задачи через тестов, к чему можно прийти, решая ее через тесты. Значит, само по себе условие достаточно простое. Необходимо написать функцию, которая умеет работать следующим образом. Она может быть выполнена единожды, и тогда она в консоль просто выдает свой аргумент. Либо она может вызываться последовательно, и к вызову предыдущей функции можно довызвать еще один вызов. И тогда каждый из вызовов выводит на консоль сумму значений, которое получилось к данному моменту. Ну то есть при первом вызове получилось единица, при втором вызове получилось тройка, потому что 1 плюс 2, а при третьем вызове получилось шестерка, потому что 1 плюс 2 плюс 3 в сумме дало 6. Ну или на предыдущем шаге была получена тройка, значит на следующем шаге получена шестерка. Ну и так далее можно сколько угодно продолжать этот ряд. И наиболее частым решением, которое используется для этой задачи, оно вот сейчас вы видите на экране. То есть самое простое, что мы можем сделать, это ввести переменную аккумулятор, которая будет включать в себя аккумуляцию всех значений. Дальше вводим функцию. Понятно, что в функции через замыкание мы увеличиваем аккумулятор на значение s, то есть вот на эти значения, которые мы получаем при вызове функции второй, третий и последующие разы. А первоначальное значение аккумулятора берется из значения нам, из первого вызова. Далее мы выводим на экран аккумулятор вот в этой функции, потому что мы его вызываем один раз. И далее выводим на экран значения вот в последующих функциях, которые мы каждый раз возвращаем. То есть мы возвращаем и функции сам, и функции f. И таким образом мы каждый раз возвращаем функцию. Первый раз мы выполняем вот эту функцию, функцию сам, а все остальные разы мы выполняем функцию fs. И таким образом, если мы сейчас запустим этот пример, то на экран, соответственно, будет для первого вызова для сам 1 выдана единица, для второго вызова 1, 3, 6. Все, в общем, работает, как мы и ожидали. А теперь давайте посмотрим на вариант разработки этой функции через тестирование. И он интересен именно с образовательной точки зрения. Я очень рекомендую подобные задачки прорешивать именно таким образом, просто набивая себе скиллы. Особенно, если вы действительно хотите быть хорошими разработчиками. Ну и так, поехали. Давайте теперь разработаем эту функцию с помощью тестов. Я уже сделал подготовительные действия. Напомню, что разработка через тестирование это выполнение трех шагов. Первый шаг это красный тест, второй шаг это зеленый тест и третий шаг это рефакторинг. Третьим шагом мы будем поначалу пренебрегать, а потом ближе к концу решения примера используем и его. Я уже сделал заготовку для того, чтобы мы могли практиковаться в разработке через тестирование. Я вообще рекомендую всем, кто хочет в себе эти навыки тестирования развивать и вообще быть хорошим программистом, что называется. Решайте задачи разными способами, в том числе и вот такими, как я вам сейчас показываю, с разработкой через тестирование. Чем больше разных способов для решения задач вы будете использовать, тем лучше. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас есть. Здесь мы будем сразу разрабатывать функцию суммирования и здесь же я сделал заглушку, чтобы можно было перехватывать вывод в консоль и сохранять значение в history, переменную history, из которой мы потом будем использовать значение, чтобы сравнивать с эталонами. В правой части давайте запустим мониторинг тестов для того, чтобы иметь представление в каком состоянии сейчас наши тесты находятся. Я уже заранее заготовил первый тест, то есть первую красную линию, которую мы получаем. Это сделано для того, чтобы не тратить на это время, а далее я уже буду добавлять тесты самостоятельно. Так, вот у нас есть красная линия и самое простое, что мы можем сделать, по разработке через тестирование мы должны искать самые простые решения, это вывести на экран значение a и тогда наш тест проходит. Действительно, если на экран выведена единица, то самое первое простое использование нашей функции сам в скобочках 1 работает. Давайте теперь усложним задание, но усложним его опять же не бесконечно, а лишь на один небольшой шаг. Для этого мы просто введем еще один параметр и мы тоже знаем, как должна себя повести функция при таком поведении. Она должна вывести на экран троечку. Здесь мы добавляем двоечку, а здесь нам нужно в истории добавить троечку. Запускаем тест, получаем красную линию, потому что вместо 1,3 у нас выдалась на экран просто единичка. Окей, давайте теперь добавим, собственно, необходимую часть, а у нас должна просто вернуться функция, которая выведет на экран a плюс n. То есть, a это первое значение единичка, n это второе значение двоечка. И все, больше ничего, по сути, она делать не должна. И тест действительно прошел. То есть, мы прошли два варианта. По идее, должен быть рефакторинг, но пока нам здесь просто нечего рефакторить. Давайте пойдем дальше и посмотрим, что там будет. Но для этого мы опять же скопируем вот эту функцию. И вот что добавим. Добавим сюда, конечно же, троечку. Следующий логический шаг. Добавить сюда троечку. Должна вывестись шестерочка. Запускаем. Получили красную линию. Теперь, что мы сюда должны добавить? Ну, в общем-то, нам несложно догадаться, что самое простое, это опять же сделать возврат еще одной функции. И вот после этого уже, очевидно, нужен будет рефакторинг. Потому что мы пошли по какой-то странной дороге, когда на каждый тест мы добавляем код. И так мы будем делать бесконечно. Но это нужно для того, чтобы двигаться вперед небольшими шагами. И вот тест пройден. Далее мы должны понять, что здесь можно что-то улучшить. Мы явно что-то делаем не так, потому что мы дублируем один и тот же код. Самое первое, что мы видим, консоль лог по сути может быть заменен. То есть, если мы заменим вот таким образом вызовы, то ничего не изменится. То есть, мы не должны ничего возвращать. Ничего в нашей программе не изменится. Проверяем. И да, мы провели тождественное преобразование, сохранили программу и ничего не поломалось. Но давайте теперь представим, что мы пошли еще дальше и сделали тест, ну прямо таким очень большим. Да, еще добавим два значения и, естественно, писать, дописывать столько функций уже нерационально. Нерационально и нам нужно что-то будет придумать. Что здесь можно придумать. Сейчас посмотрим. Проверяем. Да, опять красная линия. Теперь, когда мы смотрим вот сюда, мы видим, что по сути вот эта функция сам повторяется постоянно. Единственное, что у нее увеличивается количество аргументов, точнее количество значений в сумме. Но при этом мы помним, что вот здесь сам тоже возвращает вот эту анонимную функцию. Вот если мы сейчас просто возьмем и здесь добавим возврат функции и будем возвращать вот эту самую последнюю функцию каждый раз. То есть, мы, по сути, эту цепочку сделаем бесконечной. То есть, мы можем добавлять эти значения сколько угодно. И с этого момента у нас тесты прошли. То есть, мы теперь понимаем, что на самом деле вот этого возврата вполне себе достаточно. И теперь мы можем попробовать подняться выше. То есть, мы чувствуем, что на самом деле здесь можно возвращать не две функции, а только одну функцию, которая будет возвращать сам, ну, которая, соответственно, будет по кругу возвращать следующее значение. Сохраняем и видим, что все замечательно работает. То есть, мы делаем сейчас рефакторинг, имея готовые тесты и видим, что ничего не ломается. И сейчас мы можем еще короче записать все эти значения, потому что использовать особенность стрелочной функции, убрать все лишнее. И итоговый вариант функции выглядит вот таким образом. То есть, вот здесь почувствовать вот эту последовательную, последовательный вызов функции. И, кстати, вопрос здесь, есть здесь рекурсия или нету? Потому что, по сути того, здесь присутствует имя функции, самой функции, сам и очень похоже на рекурсию. И у меня вопрос к вам, есть ли здесь рекурсия? Это первый вопрос. И второй вопрос, а какая глубина этой рекурсии для каждого из вариантов? Ну, то есть, для пяти значений, для трех значений? Напишите в комментариях, интересно послушать ваше мнение. Вообще, поисследуйте этот вопрос, это очень интересно в данной задаче. Ну, в общем-то, мы вроде как решили эту задачу за одним малым исключением. А именно, мы не убрали лишние тесты. Ну, понятно, что вот здесь эти тесты нам уже не нужны. Просто потому, что у нас есть правило 0.1 много. Мы проверили с одним значением, мы проверили со многими значениями, но осталось еще значение 0. И это как раз уже деструктивная часть тестов. Потому что, на самом деле, ну, если подумать, то 0 это пустое функция с пустыми аргументами. Давайте мы сейчас... Сейчас я ее... Что ж такое-то? Вот так. Теперь мы перепишем эту функцию с пустыми аргументами. Нам пока не понятно, что должно возвращаться. Запустим, получаем красный тест. Потому что, как видите, в самом конце у нас, как и ожидалось, выдалось undefined. Что делать для ситуации, когда у нас нет никаких значений? У нас есть две основных стратегии. Первая, это попытаться найти такое значение, которое будет нейтральным и позволит продолжать работу программы. Второе, бросить исключение. Давайте попробуем пойти по первому пути, потому что, ну, вроде как мы понимаем, что в данной ситуации, если заменить вот такие неожиданные поведения на 0, то мы вроде ничего не должны сломать. Так, здесь у нас теперь возвращается 0. Ну и здесь мы, соответственно, должны поправить на 0. Все, тест прошел. Но если мы дальше будем продолжать идею исследования, ну, попробуем обязательно NUN. Все работает. NULL. Все работает. И попробуем, давайте, ну, скажем, пустой массив. И самое интересное, что тесты у нас зеленые, а результат на экран пустой массив выводится. И это не совсем то поведение, которое мы ожидаем. С одной стороны, пустой массив все равно скастуется с нулю, если мы дальше начнем выполнение. С другой стороны, это все-таки значение, которое мы не ожидаем. Мы ожидаем 0. И вот здесь возникает проблема с этой проверкой. Она выполняется не точно. И вопрос к вам дополнительный. Как сделать так, чтобы эта проверка выполнялась точно? Я пока предложу вот такой вариант. Он будет не очень хороший, потому что не очень выразительный. Но он будет, тем не менее, работать. То есть я вот саму проверку добавлю сюда, а здесь, соответственно, буду сравнивать со значением true. И с этого момента у нас появился красный тест, деструктивный, для пустого массива. То есть мы видим, что мы получаем не 0, а хотели бы 0. Причем строго 0. Поэтому мы должны нашу проверку как-то изменить. Но мне кажется, что таким образом все должно заработать. То есть если у нас принимаем мы, что у нас все значения должны быть целочисленными, то есть мы не рассматриваем дробные величины, то в случае, если число не может быть преобразовано к числу, оно будет иметь значение none, none скастуется к false и мы вернем 0. Запускаем наш тест и все работает. То есть на других типах параметров мы тоже видим аналогичную ситуацию. То есть мы вот здесь еще предусмотрели так называемый деструктивный тест, который говорит о том, что наша программа будет работать не только в том случае, когда будут передаваться ожидаемые результаты, но она и будет устойчива к неожиданному результату, к мусору. У Маканелло есть хорошее такое описание. Есть стратегия мусор на входе, мусор на выходе. Это самая плохая стратегия, которая у нас может быть. Это как раз тот вариант, который был у нас до того, как мы ввели вот это вот ограничение. А две оставшиеся стратегии это мусор на входе, ничего на выходе. Это как раз нулевое значение мы возвращаем. Либо мусор на входе и падение на выходе. Это вот как раз, когда мы бросаем исключение. То есть у нас, по сути, как уже я сказал, две основных стратегии поведения в таких ситуациях. И вот таким образом мы уже получили какую-то более-менее законченную картину. Мы посмотрели и с позиции позитивного поведения, и с позиции деструктивного поведения. И в итоге получили достаточно опрятную, красивую функцию на три строчки. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Отвечайте на вопросы в комментариях. Ну а у меня небольшое объявление для вас. И на этом все. В эти выходные я планирую попасть на стрим к Лексу IT-Бороде. Это 20 сентября. И там поговорить про DevOps. А через неделю, 27 получается сентября, в воскресенье, я планирую провести собственный стрим про архитектуру монолитных приложений, про монолитные архитектуры, про модульные монолиты. Ну и вот про все, что с этим связано. Кроме этого, у меня для патронов уже доступно четыре стрима по архитектуре. Если кто-то заинтересован, подключайтесь к патронам. Посмотрите те стримы, которые есть в записи. Стрим по архитектуре тоже будет в записи, но кому интересно, могут поучаствовать вживую и задать свои вопросы. Я надеюсь, что мы увидимся с вами на стримах по архитектуре. На этом у меня все. И да, совсем забыл. Победила такие тема для следующего видео. Я провел голосование. Оказалось, что большинству интересно послушать про систему а-ля Donation Alert, где за комментарии можно собирать донаты или за донаты можно публиковать комментарии. И вот примерно такую небольшую систему, мини-проектик я соберу к следующему разу и покажу, как это делается. Ну а на этом все. Спасибо, что слушали. С вами был Sawyer. До свидания.